Прямо вышел из Акарууса, вытащили этот мопед, поднял руль, поднял сидение и поехал на нем в деревню, 18 километров. Я думал, вот он, настоящий кайф. Но мое счастье было недолгим. Как только я съехал с асфальта, пошли проблемы. И сейчас я расскажу, как по-быстрому их решил, но уже в следующем сезоне. А в этот раз мопед был полностью не предназначен для сухого песка. Колеса хоть и спасали, но мотор не выдерживал. Отмучившись один сезон и полностью угандушив, поршневую, на следующее лето я подготовился по полной программе. Значит, поменял перья, привез перья от дельты. Мопед сразу поднялся, стал выше. Ехать ровно, сидеть стало удобно. Не клюешь носом, поставил сидение от дельты, прямо на посадочное место этого. Но пришлось вставить металлическую пластину, чтобы сидение стояло ровно и крепко. Поменял заднюю звезду, тоже от дельты. Да, немножко мопед стал ехать потише, но зато мотору стало настолько легко, что никаких проблем. Поставил плоскую фару, не помню от какой модели, пластиковую, намного выше. От Волги поставил противутуманку, получилось две фары. Белая сверху, желтая снизу. Установил поворотники. Поворотники это повторитель от Москвича 412. И сделал индикацию, индикацию, здесь отверстие есть под спидометром, чуть ниже. Воткнул туда индикацию, наступ сигнал, на дальний свет, поворотники и просто индикация, чтобы она работала. Что мотор включен, светилось постоянно. И в таком виде ездил я, ездил. И стоим мы у ребят. А туда приезжает агроном. Ну думаю, опять сейчас будет меня гонять. А агроном меня не любил. Потому что я как-то раз взял у него покататься, его, ишь, каблук. Причем он сам разрешил покататься. Он агроном туда выпивать ездил, блин. К моим знакомым, блин. К отцу. Он в прошлый раз дал, ну говорит, прокатись, если хочешь. Ну я и уехал на этом москвиче кататься, блин. Да так уехал, ну в общем, долго я на нем катался. По асфальту проехал, прокатился. По лесам. Вернулся, ничего не задел, ничего. Но этот мужик, смотрю, бегает там по всей улице, ищет свою машину. В общем, недолюбливал меня после этого. А тут, смотрю, блин, ходит, посматривает на накет. И подходит, говорит, твой я, говорю, да, мой. Говорит, хочешь на мотоцикл поменять? Я говорю, а чего, говорит. Говорит, на восход. Говорит, у меня, говорит, сын, говорит, совсем маленький, но, говорит, он убьется, говорит, на этом мотоцикле, говорит. Говорит, а твой, говорит, ну, говорит, мне хоть поспокойнее будет. Ну, на то мы порешили. Он, говорит, завтра за тобой заедет машина, газон. Бортовой. И мы сгоняли за восходом. Правда, поршневая была подсажена приличной, но мы ее взбодрили с ребятами. Вот. А потом я вообще купил новый мотор прямо с магазином. Вот. И после этого у меня вообще пришла идея. Хорошая мысль. Я думаю, а зачем мне постоянно там иметь мотоцикл? Постепенно покупать другие. Если можно, арендовать. Все взрослые мужики в деревне пересели с мотоциклов на автомобиле, на машину. А мотики, как инзе, хранились в гаражах. Так почему бы мне просто у них не арендовать? У кого за водку? У кого за деньги? Я в то время уже работал на госзнаке. Зарплата была нормальная, и я устраивал себе настоящие праздники. Так что переездил я на всем, что там только в деревне хранилось у ребят уже, у мужиков уже. И попадал в приключения всякие разные. И с коляской, и без. В общем, но это отдельная история. Обязательно вам расскажу. Всем спасибо. Всем пока.